добрый день любое другое время суток по вашему выбору вернемся к французам сегодня поговорим про фильм флику ваю ну у нас перевели как то есть кто на самом деле это как бы полицейский или головорез ну ладно как перевели так перевели принципе достаточно удачное как бы название хочется отметить как на финале как на кинопоиске в кратком вот описание сразу выдают главный сюжетный твист этого фильма вот ну кино это из серии знаете вот что-то смотрел когда-то давно там в детстве траляля ну понятно потому что это был хит советского проката 40 миллионов зрителей на секундочку да вот ну и с тех пор это кино у нас любима оценочки 7 и 7 на кинопоиске траляля ну джордж лотнер естественно до жанр ман сценарист фильма прощай друга и режиссер по моему его же да вот диалоги мишеля одиара ну как всегда то есть пишут сценарист на самом деле он там диалоги писал продюсер бельмондо оператор анри даке у родной до композитор филипп сарт все как мы любим все знакомые морды на втором плане да там шарль-жерар ну всех мы их просто видим в каждом втором французском фильме вот главных ролях бельмондо ла фуре марии на маленькая девочка жюли жезекель вот в общем сел смотреть ну думаю посмотрю сейчас комедийный боевичок и начал смотреть действительно комедийный боевичок там ну кто может быть не помнит синопсис там все очень просто ницца поглощена полностью полицейской коррупции да вот значит и туда приезжает такой персонаж похоже похожий по поведению на джокера хита леджера да то то есть или нет скорее даже на джокера джека николсона лодка который там начинает расследовать одно убийство непонятно кто это вообще какой-то типа мелкий преступник он начинает переть на местных мафиоза как на буфет вот действовать на пролом там всех взрывать оскорблять там как-то на деньги разводить и так далее а вот ну и как бы это все выглядит действительно как комедии единственный момент вот самое начало первая сцена какая-то она не очень смешная когда показывают там застреленную проститутку в отеле вот как как как-то она на смешной лад не настраивает вот но и как бы смотришь такой действительно комиксоидный фильм про красивую бельмонду красивый бельмондо очень красивый мужество но как обычно он же еще и продюсер значит очень красиво показывают если кстати специально выбрал дубляж без караченцева чтобы не отвлекал а вот соответственно тут красивая мари ля форре которую он за затаскивает в койку да совершенно мерзкие продажные полицейские вокруг все сплошные гангстеры такие немножко комедийные смешные там маленькая его дочка появляется значит смотришь комедия все хорошо вот они здесь очень хорошо стебут всякие буржуазные ценности да вот особенно вот эти вот диалоги бельмонды и ля форре да там постоянный глум такой над ценностями вот этой французской буржуазии особенно особенно фоне того как это французской буржуазии оказывается у него в койке с такой скоростью да вот то есть смотреть это все приятно только вот потом начинается какая-то что-то странное начинается но вы знаете я как бы люблю покрит покритиковать но с другой стороны я не любитель писать поперек линованной бумаги да вот и не стал бы выискивать какие-то недостатки там где их нет вот но с другой стороны если даже какой-нибудь режиссер которого я уважаю снял говно я так и скажу говно ну вот как тут нами дни джон карпентер снял фильм призраки марса я честно сказал говно а вот хочу ли я сказать что тут говно нет тут не говно но тут тут какой-то очень странный такой произошел как бы поворот сюжетные да то есть смена жанра по ходу пьесы то есть вот у нас как бы в начале да вот в начале у нас идет фильм про бэтмена или джокера если хотите но это комикс про супергероя который там абсолютно плюет там на любой закон да то есть крушит все вокруг себя там да вы одновременно забавляется и так далее и тому подобное вот а с половины фильма вдруг выясняется что это не джокер и не бэтмен что это специальный полицейский комиссар из внутренних расследований который приехал в ниццу расследовать коррупцию вот тут возникает тут же мало множество вопросов да то есть если он полицейский при исполнении как он вообще может себя так вести понимать этих вопросов бы не возникло если был на экране продолжалась комедия да то есть если бы все было весело и легко и с огоньком тут иногда такие эпизоды появляются но чем ближе к концу фильма тем их становится меньше то есть и у нас комедия превращается серьезную полицейскую драму то есть особенно в концовочке тут то есть тут совсем уже не комедия пошла да то есть непонятно получается что мы смотрим мы смотрим если это комедия про бэтмена она должна до конца быть комедии про бэтмена тогда не задаешь вопросу почему полицейский при исполнении там сам закон нарушает там подбрасывает улики и так далее тому подобное то есть ведется как полный отморозок да а вот тогда бы вопросов не возникал но если нам показывают полицейскую драму тогда это все сразу выглядит дико неестественно а вот то есть а в конце в концовочке у нас именно что драма у нас уже серьезный бельмондо серьезными проблемами да там у него дочку похитили тра-ля-ля серьезные злодеи они уже не смешные ни разу вот и так далее тому подобное и тогда вот этот вот образ вот который нам пол фильма бельмондо создавал такого бесшабашного рубахи парня беспредельщика да а вот он сразу летит ко всем чертям он становится неестественным жан-франсуа больмэр сыгравший здесь подонка вот он очень хорош он сыграл очень хорошего подонка вот а из-за того что у нас как бы меняется жанр да у нас появляются дыры сценарий потому что те сюжетные повороты которые смотрелись бы вполне в комедии в комиксе они не смотрятся в драме вот например ну я не знаю сюжет скрывать не будем вот последний сюжетный твист когда значит злодея до главного в данном случае его убивают при задержании вот он притянут притянут абсолютно за уши например да ну потому что если посмотреть по логике полицейской драмы действительно криминального фильма если бы вот этот злобный персонаж просто сдался бы полиции им бы нечего было ему предъявить на него ничего нет но как бы надо закончить расплатой с плохими да и поэтому его надо убить это называется слабый сценарий понимаете и то что я говорю то что про проходит в комикс ойде очень как-то нехорошо смотрится в серьезной полицейской драме вот ну вот это вот такая у меня претензия к этому кино я не говорю опять же что кино плохое но такой крепкая вполне кино такой небольшой закос под бандиану симпатичный бельмондо милая мари ля фурре пара хороших злодейских ролей здесь вот особенно боль мэр вот например шаль жерар он здесь появился непонятно откуда и вообще там полфильма непонятно вообще кто это такой чем в кадре делает и так далее и тому подобное мишель голобрю здесь как-то для мебели все больше вот ну в общем средненькое кино на мой вкус получилось да с хорошими актерами с отдельными хорошими ролями с отличной музыкой вот но из-за этого вот из-за того что вот нер здесь не выдержал жанр но смотрится немножко странно и какой-то очень странно от него остается ощущение но я понимаю в там в ссср заходило это все-таки такая экзотика ница франция бельмондо и так далее и тому подобное а вот сейчас когда это смотришь ну 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 это не лучше как бы работа до бывали и получше фильмы и лотнера но вспомним хотя бы тоже дипломатический багаж да с константеном вот вот тому чистая комедия она начинается как комедии кончается как комедия хотя там есть серьезные нотки но это все равно комедии это в драму не превращается а вот здесь вот как-то вот не дотянули эту тему вот но это все равно чтобы понимаете если вы начинаете смотреть бэтмена тима бертона под конец он превращается в бэтмена кристофера нолана как-то это два разных фильма поэтому восприятие как бы тут проблемы начинаются с этим вот ну принципе да конечно в кино неплохое я не говорю ничего вот смотрите вы вполне можно так что если хотите поностальгировать приятного вам просмотра вот всем добра